Добрый вечер! В эфире программа «Про город». В этой студии мы обсуждаем самые противоречивые истории города и области. И сегодня у нас грустная история о том, как родные, дочка и внучка выгнали на улицу собственную маму и бабушку. Каждый день пенсионерке Валентине Глобе приходится подниматься по пожарной лестнице на чердак. Не с проверкой, а к себе домой. Уже пять лет женщина скитается по улицам. Последний год живет здесь вместе со своим сыном-инвалидом. Самодельная палатка и матрасы заменяют спальню. Готовят здесь же. И жильцы дома вовсе не против такого соседства. Ситуация, в которой оказалась пенсионерка, просто вопиющая. Сыну срочно требуется медицинская помощь. Потихоньку, помоленку. Мать помогает. У меня же не все время. У меня вот эта часть отнято и колени сильно болят. Ну, потихоньку я могу добраться. Вот и все. Как рассказывает пенсионерка, она доверилась самым родным людям. Собственная дочь и внучка оставили ее без жилья. Дверь в квартиру, где раньше жила пенсионерка, сейчас никто не открывает. Вывшие соседи отзываются о ней нелестно. Они считают, что деньги на покупку новой квартиры у Валентины Карповны есть. Якобы так, она пытается выбить жилплощадь у государства. Сегодня мы рассказываем историю Валентины Карповны Глоба, которая вместе с сыном уже пять лет вынуждена жить на чердаке, потому что собственная дочь и внучка выгнали их из дома. Добрый вечер, Валентина Карповна. Расскажите, пожалуйста, как получилось, что вы сейчас остались на улице фактически? Ну, выселила меня дочь, внучка и своим мужем. Вот. Она была собственником. Вы жили все вместе? Мы приехали все вместе. Все. Я, дочь, внучка, один из классов закончила, и сын. Мы приехали все вместе. Нашли жилье. Паневского сына. Сколько лет назад это было? В 2002 году мы приехали. Десять лет назад? Да. И что же вы тогда сумели купить на эти деньги здесь в Калининграде? Деньги были мои. Я накопила 10 тысяч долларов. Вот. Потому что я работала на элитной сауне. Вы сами понимаете, там можно было подзаработать. Вот. Нашли мы Паневского 47,4 комнату. Эта комната как бы на общей кухне, три хозяина. Вот. Но она нас устроила по нашим деньгам 6 тысяч долларов. Вот. Все. Пошли оформлять. Нам ее сказали оформлять не будут, потому что мы приехали с заграничными паспортами. И вот мы с ними приехали, а по ней не оформляют. Где мы только не бегали, у кого мы только не просились временно прописаться, никто на это, конечно, не пошел. И я помчалась к начальнику паспортного стола. Я уж теперь фамилию ее не помню. Вот. И что-то она помогла вам? Ну, она это сказала, ну, там же все написано в этих заграничных паспортах. Как вы сибиряки, вы люди русские, нам, в общем, мы должны помогать русским. Я пойду вам навстречу. Я пропишу, говорит, временно, но только вашу внучку. Вот. И на нее будете оформлять жилье. Я говорю, вы знаете, деньги мои, внучка еще будет замуж выходить, еще неизвестно, что меня будет ждать. Вот. Я говорю, пожалуйста, меня пропишите временно. Она говорит, нет, у вас статус пожилого человека. Вы не захотите оттуда выписаться? Мне нужно будет через суд. А что мне люди за это скажут? Мне спасибо не скажут. Я на это не пойду. Хотите? Я только так вот могу помочь. В общем, так получилось, что эта квартира на последние деньги, однокомнатная, где вы поселились в Питером, стала принадлежать вашей внучке. И на нее оказался у единственной из всей вашей семьи паспорт. Правильно я вас поняла? Она временно прописала ее. Она сразу получила паспорт. Ей помогла паспортистка сразу паспорт получить. И это она сразу пошли оформлять жилье. То есть сколько же у вас человек в этой квартире жило? Ну вот и считайте, значит, внук, внучка, сын, я, дочка и муж. Шесть человек. Шесть человек, сколько площадь? Двадцать квадратов. Шесть человек в двадцати квадратах. Коммунальная квартира. Сколько вы так прожили? Мы разгородили его шифонером, и я на полу спала, или сын, и на диване кто-то из нас. А они там на диване, и кто-то на полу спал. Но квартира была оформлена на внучку. На внучку. При том, что фактически куплена на ваши деньги. Да. И что же случилось дальше? Ну все, вот, потом он говорит, раз она не идет в дом жить, туда, в Тишино, он идет ей навстречу. Он парень неплохой. Он и говорит, ладно, я пойду в море. Он и раньше ходил. Он заключает договор на пять лет. Уходит, а чтобы ему уйти, а мы с сыном копим деньги. Такой был договор, что они, если по ипотеке будут вступать, или же будут, ну, может, там в доме захотят, то мы накопим сколько денег, и все им отдадим, раз мы здесь остаемся в этой комнате. Хотя они куплены на мои деньги. Он, чтобы ему собраться в море, нужны деньги. А потом после свадьбы долги. А потом они машину взяли в кредит. Ему надо месяца за три хоть вперед заплатить. И жене с дочкой, она уже дочку родила, правнучку, оставить. Я снимаю, сколько мы накопили денег. Я снимаю эти 63 тысячи и отдаю. Они расплатились с долгами. Он в море ушел. Месяц побыл и прикатил назад. Не стал ему больше в море ходить, что-то у него там не понравилось. И начал по Калининграду бегать. Там месяц работает, там месяц работает, там полмесяца, там месяц. В общем, он работать вот так по месяцу только начал. Я говорю, ну и что же будете делать? Как я говорю, вы будете по ипотеке вступать? Они как, мы, говорит, здесь все будем жить? Я говорю, ну тогда хоть деньги нам верните. А, деньги вы захотели? Ну тогда, говорит, вы отсюда вылетите. И вот началось выживание нас оттуда полностью. Этот зять Толовов Сергей Сергеевич, он вообще наглый такой сделался. Я думала, он такой хороший, этот зять. Начал сына обзывать. Как хотел, так обзывал. Я тебя закопаю, я тебя законопачу. На меня обзывался, знаете, повторять нельзя и Б, и П. И будешь знать, как своим занимать деньги. В общем, вот такая началась катавасия. Скажите, пожалуйста, ваши дети пьют? Дочь пила раньше в Казахстане, а теперь нет. То есть это все было... Да. А с сыном что случилось? А его же там два раза избили в 99-м году, казахи. С работы шел, напинали хорошо. Вот, и ребры выбили, и ногу, это перелом был. А потом второй раз в шахте избили, тоже капитально. И где он работал, вот в шахте, его избили. И вывози, он же стволовым работал, вывози из шахты. А он говорит, еще не время, а мы, говорит, груз спускаем. А, так, ну и наваляли. И хорошо его избили, повредили почки, голову, печень. Он все, он еще сюда приехал, он и работал, как-то держался. А потом все хуже, 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 хуже стало. Начались суды они нас на выселение. Давайте вот посмотрим, как вы жили, когда вы жили в этой квартире, что говорят соседи о том, как вы жили. У нас есть видеокомментарий соседки. Женщина очень скандальная. Сын пьяница. Вот, теперь, значит, второго, это сына. Внука убили за пьянку, за наркоманию. Дочка у нее труженица. Дочка работает, значит, имеет тоже дочку. У дочки еще дочка. Ой, вы знаете, там не пересчитать. Вот. В квартире было очень страшно все. Были скандалы. Сын у нее алкоголик и пьяница. Ходил, приводил сюда какую-то даму. Гулял вот тут по коридору. В одних трусах, без майки, безо всего, даму под ручку. И ведет ее. Это тварь такая. У нее своя дочь пьяница вместе с зятем. А это подсказывает ей, видно, дочь ей, что говорить. Да? Ее голос слышу. Они на суде орали на сына, что он пьяница и все такое. В пьяницу превратились. Я ее знаю. Это сверху соседка. У сына головные боли, да? Да. Ну, что же случилось дальше? Вас стали выселять? Ваши же родственники? Ну, да. Стали суд присудить. Как районный суд. Исаева такую грязную этот суд состряпала. Окна были открыты на Невского. И там такое движение было, что она задавала вопросы, ничего не слышно. Она сама на них отвечала. Не вызвала свидетелей троих, вот, при которых я отдавала деньги, при которых я, это было председатель опекунского, когда я правнучку привезла с этого, с Казахстана маленькую. И ее не опросила. Она вообще вышла, сама судья, в коридор и сказала, свидетелей опрашивать не буду, освободите коридор. Сейчас мы услышим мнение вашего адвоката. Есть ли шанс получить назад комнату или нет? Суд первой инстанции в отношении Валентины Карповны вынес опоснованное решение о выселении, но это с формальной точки зрения. Поскольку судом не было учтено наличие у Валентины Карповны расписки, в которой она утверждает, что на покупку квартиры передала деньги своей внучке. При тщательном исследовании в процессе этого вопроса была реальная возможность у суда поставить вопрос о переводе права и обязанностей по договору на Валентину Карповну. Вас выселили из квартиры вместе с сыном инвалидом? Да. Ваши же родственники? Да. Он тогда еще не был. Куда вы ушли после того, что... Как это выглядело вообще? В подвал мы ушли. В этом же доме в подвал ушли. Тут дочь, как узнала, что мы в подвал пошли, она пришла туда и говорит, выходите отсюда, а то я с милицией. Сказала соседям. А куда она предлагала вам отправиться? Никуда. Идите отсюда, куда хотите, туда идите. Но это же... Вы же ее мама? А ей-то все равно. А ваша внучка, ведь вы ей столько добра сделали. Почему? Они обе. Обе такие же. Но ведь раньше у вас все было хорошо. Как вы считаете, почему они так поступили? Не знаю даже, вот как приехали, и вот это деньги я стала требовать свои. Вот все. Есть ли шанс у Валентины Карповны и ее сына получить новое жилье? И что делать, если чиновники вас не слышат? Обо всем об этом мы поговорим после короткой рекламы. Это программа про город. Сегодня мы рассказываем историю Валентины Карповны Глоба, которая вместе с сыном уже пять лет вынуждена жить на чердаке, потому что собственная дочь и внучка выгнали их из дома. Каждый день пенсионерке Валентине Глоба приходится подниматься по пожарной лестнице на чердак. Не с проверкой, а к себе домой. Уже пять лет женщина скитается по улицам. Последний год живет здесь вместе со своим сыном-инвалидом. Самодельная палатка и матрасы заменяют спальню, готовят здесь же. И жильцы дома вовсе не против такого соседства. Ситуация, в которой оказалась пенсионерка, просто вопиющая. Сыну срочно требуется медицинская помощь. Потихоньку помогает. Мать помогает. У меня ж не все время. У меня в этой части отнято и колени сильно болят. Ну, потихоньку я могу добраться. Вот и все. Как рассказывает пенсионерка, она доверилась самым родным людям. Собственная дочь и внучка оставили ее без жилья. Дверь в квартиру, где раньше жила пенсионерка, сейчас никто не открывает. Вывшие соседи отзываются о ней нелестно. Они считают, что деньги на покупку новой квартиры у Валентины Карповны есть. Якобы так она пытается выбить жилплощадь у государства. Скажите, пожалуйста, вы писали письмо у полномочного по делам человека Калининградской области. Я вначале к Вершининой ходила по правам человека. Она сказала, это не по ее части. Ну, вот вы написали письмо Никитину. Потом он к Никитину. Ну, ничего, он у меня заявление взял. К Ярошуку я говорю, пойду, напишите заявление, что вы согласны на любое жилье. Я говорю, пойду беседовать с ним. Ну, и все на этом. Ну, давайте мы сейчас узнаем. Он имеет возможность дать лично вам ответ на ваше письмо. Потому что сейчас он придет в нашу студию. Добрый вечер, Владимир Анатольевич. Добрый вечер. Вы знакомы с Валентиной Карповной, я так понимаю. Вы встречались, да? Вот она написала вам письмо, да, официальное подала. Но, к сожалению, ответа не получила. Как так? Да. Действительно, в прошлом месяце, в начале февраля, в первых числах февраля, кстати, по протекции ваших коллег-журналистов, да, кто-то посоветовал Валентине Карповне, я не знаю кто. Она пришла ко мне, рассказала свою историю, ну, может быть, не так подробно, как вам, но рассказала. Вот. И оставила заявление. Я попросил, чтобы она тут же написала заявление, она написала. И на следующий же день, мы, как правило, в течение суток реагируем на все поступившие к нам обращения, я написал обращение главе администрации города Калининграда с предложением решить вот как-то же личную проблему Валентины Карповны. Потому что я понимаю, что очередь есть очередь, конечно, и Валентина Карповна у нее есть 17 тысяч, там, какая-то. 18 тысяч. Да, давайте сейчас просто, чтобы нашим телезрителям было понятно, Валентина Карповна сыном-инвалидом живет на чердаке, потому что адреса которого мы даже не можем сказать, чтобы даже оттуда ее не прогнали. Да, да, она мне тоже не назвала его. Да, и она работает, ей 78 лет, в прошлом она учитель физики и химии, здесь она берется за любую работу, да, чтобы содержать сына-инвалида. Сейчас у нее нет жилья, потому что ее из дома выгнала родная дочка и внучка. Хотя жилье было куплено на ее деньги, Валентины Карповны, но суд признал у нас в стране, да, как это бывает, поскольку по закону там все бумаги были оформлены на внучку. Вот, вы расскажите, пожалуйста, про эту очередь, что за очередь, чтобы ей получить жилье, какую очередь ей нужно пройти, что это такое за очередь? Ну, я думаю, все-таки наши телезрители знают, что в той стране, в которой мы сейчас живем, в принципе, жилье бесплатно уже не дают никому в собственность. Вот, но тем не менее, есть очередь нуждающихся в улучшении жилищных условий или же в получении жилья. Вот, и есть, сейчас создается новая очередь, так называемая очередь для лиц, которым жилье будет предоставляться по договору социального найма. Это значит, что жилье передается не в собственность, а жилье передается для проживания конкретному человеку. Он платит определенную сумму, сумму за найм этот социальный, ну, посильную сумму такую, которую могут заплатить люди. И потом, если с этим человеком что-то происходит, он случается, предположим, то это жилье обратно переходит к государству и распределяется другому человеку, который нуждается в таком жилье. Ну, вот сейчас она в очереди какая, вы сказали? 7 тысяч... 18 тысяч 609. Давайте по порядку. 18 тысяч 609. Да, да, да. Жизни Валентины Карповны не хватит. Да, я думаю, что не только ее жизнь. Несколько тысяч лет не хватит, чтобы получить это жилье. Вот. Но я считаю, что ситуация у нее экстраординарная. И когда пожилой человек с сыном уже немолодым, ему тоже около 50 лет, по-моему, да, уже, инвалид второй группы, оказались на улице, живут в палатке фактически. А это было дело зимой, когда мне об этом сообщили в феврале, тогда морозы доходили, по-моему, и 20, и 30 было даже градусов, да? Да. Да. Я, естественно, написал письмо главе администрации города Калининграда, что необходимо как-то решить срочно эту проблему. Получил ответ, что по моему письму выехала группа сотрудников мэрии вот туда, на Александра Невского, в эту квартиру, но там квартира уже продана. То есть ваша дочь замела следы? Да. И убыли в неизвестном направлении. Соседи пояснили. Вас тоже найти не могут. Но они мне ответили, что вам необходимо туда срочно явиться для того, чтобы оформить какие-то документы для получения жилья по договору социального найма. То есть это еще одна очередь? Она будет быстрее? Ну, я думаю, что она быстрее. В принципе, это называется вне очереди. Но вне очереди тоже определенная очередь выстраивается. Что же делать тогда нужно сейчас? Вот Валентине Карповне, да. Я тут же ей написал, Валентине Карповне, что вам необходимо прибыть в мэрию с документами со своими и попытаться решить вопрос получения жилья по договору социального найма. Но письмо почему-то нам вернулось обратно. Но почему-то, потому что Валентина Карповна свое проживание скрывает по объективным причинам, да, потому что боится, что и лишится и того жилья, и этой палатки, какая у нее есть. Вот. И мне вернулось. Больше, к сожалению, Валентина Карповна, она исчезла, ко мне не приходила. Но вот сегодня, слава Богу, с вашей помощью мы встретились. И если она сочтет возможным, посетила бы меня в понедельник. А вот до встречи с Владимиром Анатольевичем вам какую-то помощь предлагали? Вот я слышала, вам интернат предлагали отправиться. Так ли это? Да, это было, да. Что за интернат такой? Я не знаю, но говорили там, ну, в любом там, сколько интернатов есть, там где-то. Но я не пойду туда, потому что за сыном нужен постоянный уход. И я туда не пойду. Вот такая ситуация, она вообще типична? Ну, я не могу сказать, что типична, и что у нас. Но таких людей достаточно много, которые попадают в тяжелые жизненные ситуации. Живут зимой на теплотрассах, летом на кладбище, потому что они считают, что это тихое, спокойное место, и там их не потревожат. И такие люди есть, и к нам тоже они обращаются. У нас есть приемники временного содержания. Там можно до полугода находиться. Вот. И эти люди днем ходят по городу, а вечером идут в эти... Какое-то наказание для дочери, внучки за то, что они выгнали родную мать и родного дядю предусмотрено законом Российской Федерации? Значит, никакого наказания, естественно, не предусмотрено. Более того, вот с тем решением о выселении Валентины Карповны, у меня оно тоже недоумение вызывает, это решение. Но я сейчас не берусь его критиковать, потому что я не видел ни материалов дела, ни присутствовал в суде. И, насколько я знаю, до Верховного суда ведь дело дошло, да? И Верховный суд подтвердил законность этого решения. Но ведь есть еще человеческий суд, когда родная дочь говорит матери, зимой уходи куда хочешь. Это не зимой, это было много лет тому назад, это было в 2004 году. Сколько лет вы живете из Китая? 4,5. Это уже много лет, да. А как же зимой? Вот вы сейчас... У вас есть вода какая-то? Как вы это думаете? Нет, мы там просим у соседей, берем вниз спускаемся. А туалет мыться? В туалет, там уходим, потом веревочкой привязываюсь, спускаю. Это в 21 веке. Сейчас мы посмотрим видеоматериал о том, как живет Валентина Карповна со своим сыном на чердаке. Привет, как ты тут? Нормально. Мояк. Он, в целом. А что, какие? Это патронам ваши не нужны? Нет. Ее делали недавно? И срубы такие, они светлые еще? Я когда... А кто приезжает? Тут у нас медикаменты, тут у нас... Вот это... Ну все, я думаю, я могу вместе с родителями... Где они сейчас живут? Я черт. Так, живете уже 4 года? 4,5. И зимой сколько градусов у вас на чердаке? Градусов не знаю, но мы во все свои одежды, и которые там и на помойке, и которые наши одеяла, все заматывались и спали. А ваша дочь пыталась за это время хоть как-то связаться со мной? Да вы что? Она как-то на остановке стояла с правнучкой, как увидела меня, как хватило ее за руку, только ее и видели. Нет. Они жаловались, ходили к приставам, почти каждый день звонили, чтобы нас скорее выселили. Почему же чиновники были на стороне дочери? А что они могут сделать по суду, если было решение? Я не знаю сути процесса. Если решение было вынесено в пользу их, что могут приставы сделать? Она и так там тянула это Катя, наверное, месяца полтора. Я, говорит, вас понимаю, но меня, говорит, поджимает, и этот начальник, говорит, меня вызывает. Меня, говорит, надо выполнять. Решение суда – приказ для судебного пристава. И он не должен вдаваться в обсуждение законности, незаконности. Пока существует неотмененное решение суда, это закон для всех. А что же им, газеты, везде? Чтобы услышали человека, который живет на улице. Вы понимаете, наша система чиновничья, она мало заточена под нужды конкретного человека. Вот про права человека давайте поговорим. Они же решают вопросы, как правило, всей нации целиком. А вот конкретный человек, он не столь интересен, потому что статистики он очень мало значит, этот человек. А мне и Сунгорский, я ответил, это с Москвы, главный редактор «Комсомольская правда». Мне ваш, говорит, вопрос неинтересен. У нас вот такая система, к сожалению, существует. И приоритет прав человека, в том числе и жилищных прав, для чиновника не существует такового, вы понимаете. У них какие-то абстрактные законы, которые, может быть, не всегда защищают граждан. Ну, хорошо. Должна, давайте с правовой точки зрения поговорим. Должна ли дочь заботиться о пожилой матери, если той 78 лет? Безусловно. Каким образом она о ней может заботиться и должна? И в законе предусмотрена возможность взыскания алиментов с детей. Сколько можно взыскать алиментов с детей? В зависимости от дохода детей. Она на пенсии, 200 рублей. 200 рублей. Это и возможность. Ну, у нее есть ли пенсия? А вы знаете, почему я подала? Потому что, когда нас с регистрационного учета сняли, и была, ну, как бы, предоплата там к пенсии, пересматривались документы, и я фактически не смогла получать пенсию. И я стояла около бомбы, просила, потому что кушать нечего было. К сожалению, нужно сказать, что вот такие, как Валентина Карповна, она не одинока в этой трагедии, с такими проблемами. Достаточно большое количество людей у нас сейчас не имеют определенного места жительства. Сокращенно, бомж. Но эти люди пьют, шарятся по помойкам. Нет, далеко не обязательно. Далеко. Это у вас несколько. А Валентина Федоровна работает, и она 4 года прожила без газа, воды. И посмотрите, она прекрасно выглядит, и ей не дашь 78 лет. Дай бог, чтобы она еще долго была. И, конечно, она не хочет ехать ни в какой интернат, потому что у нее много сил для работы и жизни. Но она не имеет возможности жить нормально в нашей стране. Почему? Да, да. Вы адресуете вопросы, может быть, не совсем по адресу. Но вы же боретесь за права человека. Конечно, мы боремся за права человека. Но вот жильем мы не распоряжаемся, к сожалению. А жильем и обязанность обеспечивать граждан жильем лежит на органах местного самоуправления. Владимир Анатольевич, вот вы можете лично помочь Валентине Карпову? Что лично вы можете для нее сделать? Я могу бить тревогу обращаться во все органы, в том числе и туда, куда уже вы обращались. И я это и сделал. Лично вы можете попросить их об этом, да? Я уже попросил. Уже попросил. Это было в феврале, это больше месяца тому назад произошло. Может быть, вы хотите что-то сказать, пару слов своей дочери? Вдруг она увидит нас сейчас. Ничего не хочу сказать. Что говорить? Я уже на судах вот так наговорилась. Первый ответ пришел с Верховного, когда написали, с Верховного суда. Нечаев вообще, по-моему, не читал дела. Он просто написал. Правильно внучка и сделала, что она вас выписала. Вы были временно прописаны. Я от себя пишу прям рукой. Уже не печатала ничего. Рукой пишу. Прямо грубо. Из какого-то пальца высосал. Вот это. Дело прочтите как следует. Мы приехали вместе. Вместе мы жили. Вместе было хозяйство. Вместе мы платили за жилье. Вместе мы питались. Вот. Тогда и на председателя. Вот председатель, когда затребовал дело назад в Москву пересмотреть. И опять отдал Нечаеву. А Нечаев прислал уже. На рассмотрение нашего суда областного. И они вынесли свое решение. Опять такое же. Отказать. Наша программа подошла к концу. О том, найдет ли новый дом Валентина Карповна и ее сын, вы непременно узнаете. И мы будем держать руку на пульсе. Если у вас есть истории, звоните к нам в редакцию по телефону 91-9404. Это программа про город. Здесь мы обсуждаем самые противоречивые и наболевшие истории города и области. Меня зовут Мария Лукьянова. Увидимся. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова